Авраам был жрецом в древнем Вавилоне. Он был следствием группы Ноаха, потому что все жрецы в древнем Вавилоне, они были практически более-менее понимали эту систему. Но он был из тех последователей Ноаха, который понял, что то, что сейчас происходит, это происходит специально. В чем заключалось вообще особое раскрытие Авраама? А потому что когда обнаруживаешь, что духовная сила, она абсолютно добра и желает и нас сделать добрыми. И когда мы достигли этого уровня, определенного уровня доброты между собой в доаврамический период развития в древнем Вавилоне, после Ноаха, то мы считаем, что это в общем состояние идеальное. Ничего больше не надо. И вдруг возникают прения, всевозможные непонимания, сопротивления, отдаления друг от друга, даже какие-то ссоры, драки. И все это накапливается, и все это слышно со всех сторон. И начинается огромный-огромный такой базар, силовые всевозможные выступления. И люди, когда они, особенно каббалисты, на том уровне, на котором они были после группы Ноаха, когда они видят, что происходит, они начинают терять вообще понимание того, в каком мире они существуют. На самом ли деле эта высшая сила управляет миром? Доброе, несущее добро, разве возможно, чтобы от нее исходили такие отрицательные следствия в нашем мире? Эти вопросы возникают и у каббалистов? Эти вопросы возникают именно у каббалистов. У остальных это не важно. Остальные живут обычной своей животной жизнью. А самое главное, вот здесь вот и возникает проблема. Все великие жрецы, мудрецы, они говорят, существует, наверное, несколько богов. Добрый и злой. Между ними возникают какие-то прения, события, недомолвки. Они отражаются в нашем мире. И они отражаются на нас, в нашей жизни, в нашем мире. Сейчас мы вступили в этап, когда, наверное, злая сила превалирует над доброй силой. И, может быть, среди них есть еще несколько, не только двое, а еще большее количество. Целый же сон всевозможных божеств. И в итоге люди начинают верить в то, что не одна единственная сила управляет миром, а верить в многобожие. Вот это и есть в глазах Авраама Авудазара, то есть преклоняяя, как называть? Преклоняяя перед идолами. Да, идолопоклонство. Авраам был абсолютно против этого. Что же он предлагал? Что же он раскрыл? По сравнению с остальными. Авраам считал, из того, что он раскрыл, из того, что он увидел, что в мире существует только одна сила управления. А немного, как показалось, вавилонянам, потому что они увидели, что как же такое может быть? Добро, зло во всех своих проявлениях, со всех сторон врезаются в наш мир, противоречат друг другу, уничтожают и все. Авраам говорит, нет, это исходит из одной силы управления. Но нам показывают, как на стенде, разбалансировку всей системы, для того, чтобы мы начали ее исследовать, чтобы начали ее понимать. И поэтому нам таким образом ее демонстрируют. Чтобы мы не остались на уровне детей. Да. Мы должны осознать ее, понять ее, ощутить, приблизить к себе или себя приблизить к ней. Мы должны соединиться с этими, со всеми свойствами. И плохими, и хорошими. Они раскрываются в нас. Поэтому нам кажется мир таким ужасным. Но самое главное, что когда мы так раскрываем этот мир, мы должны понимать, что управляющий один. А управляет нами, нашими чувствами, нашим обществом с помощью двух противоположных сил. Добра и зла. А мы должны взять эти две силы, добра и зла, под свой контроль. И соединить их так, чтобы получилась одна сила добра, превалирующая над силой зла. И сила зла бы умножила бы силу добра. Таким образом, постоянное проявление в нас силы зла заставляет расти силу добра до уровня называемого творец. Вот это то, что раскрыл Авраам. Согласились с ним немногие. Но эти немногие все-таки это были десятки тысяч из древнего Вавилона. И это количество людей он отделил от всех остальных после пропаганды своего отношения к природе, к миссии человека, к цели и ко всему. И как бы занимался с ними отдельно. А все остальные тоже у них были различные свои намерения, свои уклоны. И все они пошли каждый по своему пути. Но немножко трагичности надо добавить, что ему непросто было Аврааму. Аврааму было очень непросто, против него были все остальные вместе взятые. Потому что разделение было очень четкое. Он утверждал, что есть одна управляющая сила. А все остальные это лишь его силы управляй, не я. Которые не имеют свободы воли, свободы действия. Все исходит только от одной силы. Несмотря на то, что она разделяется потом на много и противоположных сил. А они утверждали, что нет, существует много управляющих сил. И все они находятся между собой в различных состояниях, как вот в Древней Греции. Боги такие и такие дерутся между собой, хотят съесть один другого. А срыгивают там один друг к другим, не знаю, что они там делают. И все прочее. Рожают и все прочее. Абсолютно все остальные домыслы Авраам начисто отметал.